Спасибо за прекрасное пение, оно какое-то необычное пение. Сложно, красиво исполнено, пусть Господь благословит. Все, кто сегодня пришел на это место, это наше служение, друзья, где мы действительно можем напитаться духовно, а в течение недели поделиться тем, что мы получили в этот субботний день. Наша тема, она называется «Остерегайтесь старых грехов». Я не знаю, что такое понятие «старый грех». Наверное, это то, о чем Аркадий рассказывал, но я не имею в виду именно тот, они разные бывают, и кто-то даже перестает назвать это грехом, и оно уже просто как бы нормой становится жизни. А также мы затронем тему, как двойная жизнь или двойные стандарты жизни. Пусть Господь благословит нас в этом размышлении сегодня. Слава Ему за все. Вечно. Аминь. Знаете, ничто не может нас изменить в этой жизни. Очень много есть учреждений, которые люди думают, вот если я окончу его, я там стану совсем другим. Если я поступлю туда, после этого я уже буду совсем другим человеком. Это наполнит мою жизнь смыслом и счастьем. А кто-то считает, что он сам может жизни всего добиться. Хочу сказать, что ничто и никто не может нас в жизни изменить. Нас меняет встреча с Господом. Он может изменить, потому что он является автором нашей жизни. Он является нашим творцом. И он не требует от нас какого-то насильного поклонения, как какое-то божество, которое требует жертв, требует еще и еще и еще чего-то. Бог есть Бог любви. И когда мы обращаемся к Нему, все, что мы делаем, это мы делаем только потому, что мы это хотим делать. Или мы сделаем это из любви. Насильно мил не будешь. Знакомо вам это выражение, да? И мы так думаем, что мы приходим сюда послужить Богу. А я задумывался над этим и так задался вопрос, чем же я могу Ему послужить? Если Он в Евангелии говорит, что Он пришел нам послужить. А если я пришел Ему послужить, тогда вообще в чем Он вообще нуждается? И такой вывод, что у Него все есть. У Него все есть. Поэтому я так думаю, что Бог нам служит. А мы служим для Царствия Божия, чтобы больше людей узнали о нашем Господе. Иисус однажды сказал, что Он пришел послужить. И на сегодняшний день мы видим, что Иисус это служение продолжает совершать для каждого из нас и обновляет свою милость каждый день. Сегодня, друзья, я хотел бы поговорить вначале о нашем смысле жизни, для чего мы живем. Когда у человека нет смысла в жизни, у него пропадает интерес к жизни. Когда он не видит никакого смысла. Чарльз Колсон, он написал в своей книге «Конфликт царств». Называется книга «Конфликт царств». Он родился в 1931 году. И он работал при президенте, был одним из советников. Это еще Никсона. И он попал в тюрьму. Попал в тюрьму. Там история описывает, что кто-то поставил прослушки, но его нашли как козла отпущения, и он угодил в тюрьму. И вот находясь в этой тюрьме, он описывает реальный случай, что где он сидел, там разбомбили фабрику, на которой заключенные работали. И они остались без работы. Для того, чтобы чем-то занять заключенных, руководство, оно решило выдать им лопаты, и чтобы они копали просто траншеи. Они не нужны были эти траншеи. Но они хотели чем-то занять. И они целый день копали траншеи. На следующий день они им дали опять лопаты и говорят, а сейчас засыпайте. И так было 12 дней. Первый раз, когда они делали, они думают, муж какой-то есть видение, дают копать, значит. Второй раз, третий раз. Но когда это доходило, чем больше количества, многие люди, они просто бросались на эту электрическую провол, провод туда, на ограждение. Многие из них говорили, лучше в карцер отправьте. Мы не видим в этом смысла. Это реальная история, это реальное событие. Человек всегда хочет видеть в жизни смысл. Приехавшие все мы сюда, конечно, у нас у каждого есть цели. Первое, это легализоваться. Первое. Кто приехал в прошлом году, я уже точно знаю, что год прошел. Год уже прошел, с тех пор, как вы приехали. Что изменилось? А продали все ваши цели? Наполнилась ваша жизнь смыслом? Вы имеете уже статус. Вам его опять продлили. Еще на один год. Но помните, этот год тоже так быстро пролетит. И, кстати, у нас уже начинается май. Буквально через день. И, знаете, в 1637 году не было какого-то определенного учета преступников. И тогда решили думать, как же все-таки отслеживать преступников, как вести учеты. И в 1637 году начали ставить клеймо. Просто клеймили горячим металлом по виду преступления. Вор значит буква ВИ. Другое там значит другое. И так человек ходил, даже если он уже вышел, даже если он стал свободным, даже если он больше не занимался этим. Это клеймо оставалось у него навсегда. Мужчины запускали бороды, чтобы как-то, потому что и на лбу ставили, и где-то на щеках еще ставили. Как-то, чтобы это скрыть, потому что они уже больше этого не делали. Вы знаете, сатана каждому из нас каким-то образом присвоил какое-то клеймо. И он хочет сказать, это тебе уже навсегда. Это тебе навсегда. Ты уже по жизни будешь. Тебе нет надежды. А Господь Бог говорит, это неправда. Это неправда. И в Исайя написано, посмотри в глубину рва, из которой я извлек тебя, вот из этого тинистого болота. Я оттуда тебя вытащил. То есть для Бога нет такой глубины, откуда он не достал бы человека, если он пропадает где-то, или его какая-то трясина затягивает. Поэтому, друзья, Господь, Он сегодня очищает человека от греха. И знаете, что Он говорит? Иди и больше не греши. То есть остерегайся твоих прошлых грехов. Вот об этом я хотел бы прочесть Евангелие от Матфея 12.43. Евангелие от Матфея 12.43. Мы читаем. Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя, но не находит. И тогда Он говорит, возвращусь куда? Как Он называет это место? В мой дом. Возвращусь в мой дом. То есть я там прожил какое-то время в душе этого человека. Откуда я вышел? А приходя, находит его незанятым, выметенным, убранным. То есть мы пожелали в своей жизни однажды все завязать со всем, начать новую жизнь. И тут, в процессе этого решения, мы как-то где-то задержались. Из мира вышли, а к Богу по-настоящему не пришли. Это называется убрано, выметено, но не занято никем. И дальше написано, что когда он видит незанятым, 45-й текст говорит, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя туда, живут там. И, бывает, для человека того, последнее хуже первого. Вы знаете, есть в Библии одна подобная история. Она описана в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 9 глава. Евангелие от Марка, 9 глава. Очень знакомая история воскресения Иисуса. Иисус, написано, воскреснув, в первый день недели, и является кому первому? Кто помнит? Марии Магдалине. Из которой он изгнал? Семь бесов. И написано дальше, она вся ходила и сопровождала Иисуса. Мы еще в Луке об этом читаем. Она была в одной из всех дуб. Но еще одна репутация, что она, оказывается, еще была женщиной легкого поведения в прошлом. Но когда Иисус освободил ее от этих пороков, это сердце стало выметенным, пустым. Этот дом стал никем не занятым. И она принимает решение. Я хочу занять его спасителем. И она приглашает Иисуса в свою жизнь. И она становится абсолютно новой личностью. Абсолютно новой личностью. И мы сегодня читаем о ней, что она сделала, как ее жизнь изменилась. Она не оглядывается назад к своим старым грехам. И она не живет двойными стандартами. Она посвятила свою жизнь Господу. Нам нужно дать Богу управлять нашей жизнью. Управлять нашим домом. Потому что написано «дом» – это мы, в котором он живет. Всеми комнатами. Это вопросами финансов. Это вопросами здоровья нашего. Это абсолютно всем. Потому что мы понимаем, что мы руководим финансами. Мы руководим. Но их, как правило, не хватает. И тогда мы говорим, надо принять решение, что-то думать. Богу места нет, потому что я буду сейчас дальше уже принимать решение. И так далее. Господь говорит «до последнего доверяй мне». Друзья мои, приходя к Богу, нам кажется, мы так много теряем. Мы так много теряем. Потому что я же в мире и то делал, и так у меня было, и так. А я хочу сказать, что мы ничего не теряем, кроме своих проблем. Кроме большого груза грехов мы ничего не теряем. Мы идем к тому, кто является автором жизни, автором счастья и благополучия в нашей жизни. Знаете, чего нам часто не хватает? Выдержки. Дождаться. Буквально дождаться. И Господь совершит то, что Он намерен совершить. Двойная жизнь, друзья, не подходит. Об этом Якова записано. Якова, 4 глава, 8 текст. Якова, 4, 8. Очень знакомый текст. Многие знают его на память. Звучит так. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Да? А дальше? «Очистите руки грешники и исправьте, какие сердца». А как это понять, две души, что это два сердца или как? Это два хозяина, да? То есть, ну как-то два хозяина. Тяжело. «Исправьте сердца двойнодушные». Это тогда, когда вы живете двойными стандартами. Это тогда, когда вы живете двойной жизнью. Это тогда, когда вы дома одни, в церкви другие. А бывают еще на работе третьи. А Господь Бог говорит, этот дом должен быть для одного. И я хочу войти и жить там. С какого вообще возраста начинается двойная жизнь? Кто его знает? Сразу, да? Галина из опыта говорит сразу. Друзья, я хочу сказать вам, ну почему из опыта, я сейчас скажу почему. Потому что она занимается с подростками. И как правило, подростки начинают думать, что они все знают, а все ничего никто не знает. И начинается где-то двойное. Дома так, в Айшалаизову по-другому, в церковь пришел по-третьему. И такими вещами бывает делятся, что родители говорят, это не про наших детей. Наши дети другие. Совершенно верно, дома другие. Знаете, в мире все поддельное. В этом мире подделывают деньги, подделывают золотые украшения или изделия какие-то. Я, к сожалению, скажу такую фразу, что и люди поддельные. И люди сегодня становятся поддельными. Конечно, хочу сказать, что вот текст Якова, который мы прочитали, и еще один, который я хочу прочитать, это относится к нам людям, к верующим. Ни в коем случае не посчитайте, что это кому-то. А вот послушайте, что пишет Яков 4.4. Яков 4.4 написано, «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И прочитаю еще седьмой текст. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». Тут не написано «договоритесь с ним». Тут не написано, что как-то может быть там поначалу 50 на 50. Он говорит «противостаньте», и он просто убежит от вас. Обратите внимание, что дьявол трус по своей сущности. Когда он видит Бога, когда он видит силу Божью, он просто убегает. И приблизьтесь к Богу, и приблизься к вам. И дальше опять такой же совет. «Очисти руки грешники, и исправьте сердца двоедушные». Иногда очень тяжело распознать. У Толстого есть такая иллюстрация. Мышка, она вышла прогуляться, походила по улице, все ей понравилось, но она как только заглянула вот за свой забор к соседям, она сразу же испугалась и прибежала домой. И говорит «мама, ты что, я такое чудовище увидел?» Я говорю «такое, если бы ты увидела, ты бы сразу умерла, а я чуть не умерла». Она говорит «что ж ты там видела?» Она говорит «я обратила внимание на милое существо». Ну такое, говорит, просто улыбающееся, располагающее, такое пушистое, говорит. И так смотрела на меня, говорит. А рядом, говорит, стояло что-то такое, говорит, страшное, говорит, ну высокое. Какие-то тут, говорит, красные вот эти вот мяса висело у нее. Он кричать начал, землю рвал когтями. Говорит, и как, крикнул, говорит, все, говорит, я, говорит, все, думала, что уже умру. Ну, говорит, вот убежала и вот спаслась. Но он мне помешал, говорит, пообщаться с этим милым существом. И тогда мама говорит «то милое существо называется котом, которое ест нас. А рядом стоял петух, который вообще нас не трогает». Друзья мои, как мы можем ошибаться? Нам кажется, что, знаете, вот спутали проблемы. И Слово Божье, оно как раз нам об этом говорит, что вот, пожалуйста, живите одной жизнью, живите одними стандарты. Потому что у нас у всех есть общий враг. И он говорит «исправьте вот это двое души, исправьте, покоритесь Богу, противостаньте Ему». Но для того, чтобы противостать, надо его знать. Так вот, это не то, что пушистое. Мы должны изучить не по внешнему виду. Мы должны изучить по действиям. И нам Слово Божье дает определенную характеристику. Интересно, что когда появляются двое души, когда люди живут двойными стандартами, тогда появляется еще и лицемерие. И вот здесь Луки 12.1 говорит о следующем. Луки 12.1. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что они теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим «берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Это как понять лицемерие? А лицемерие, друзья, это очень просто. Это тогда, когда у нас есть два лица, когда у нас два стандарта. Тогда, когда мы в церкви одни, а дома другие. Или наоборот. Это лицемерие. Я не знаю, как люди продолжают с этим жить и уважать себя, когда оно так продолжается. Я думаю, что привыкают, наверное. И вот как раз следующий текст, который я прочту, Матфея 23.25, как раз Иисус говорит, в чем оно выражается. Матфея 23.25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, очищающие внешность, ну, внешне, чтобы нормально, да, а внутри полны хищения и неправды». Понимаете, да? И вот тут Слово Божье говорит, вот это лицемерие, вернее, двоедушие, оно порождает лицемерие. А лицемерие – это двойную жизнь. Двойные стандарты. И вот один из примеров – это Иуда. Когда Иуда пришел к Господу, честно говоря, я не могу точно сказать, какие у него были намерения, такие же, как он их совершил, или другие были. Но точно нам описывается, что у него не было добрых намерений, потому что Библия говорит, он был вор. С каких пор он был вор, я не знаю. Или он вором пришел, или он вором встал, потому что, написано, деньги воровал из церковной казны, куда ложили деньги, он их воровал оттуда. Брал, сколько хотел. И Библия говорит, что это был грех. И вот чем он заканчивается. Представляете, как человеку тяжело. Он украл, а потом идет на богослужение, а потом слушает пастора, а пастор – это Иисус. В то время он говорит, он проповедует, он исцеляет, а он рядом сидит и говорит, да, аминь. Положили деньги, он опять украл. И он настолько к этому привык, он настолько привык, что, наверное, перестал считать, что это грех. И в конце концов, он думал, что в нем живет и Господь, и вера в Бога. А оказывается, это место было занято уже другим. Чем заканчивается, знаете? Написано, в конце концов, он предает Господа и повесился. Это большая проблема, друзья, когда просто люди свыкаются с тем, что и так можно жить. Господь Бог, Он сегодня говорит, что будь одинаков. Дома ты что-то тайно сделал или прилюдно сделал. Это должно быть одинаково. Почему? Потому что ты одинаков. Ты везде. Матфея 6,6, ты когда зайдешь, когда ты молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу, Матфея 6,6, который в тайне, и он видящий тайны, он воздаст тебе явно. То есть Господь читает наше сердце. И не важно, вы один дома или в церкви. Это не важно. Потому что не нужно думать, как же ты сказал, чтобы не забыть и повторить точно так же. Потому что ты не придумываешь. Ты одинаков. Ты везде. Ты в тайне. Ты что-то делаешь. Это знают, не знают, ты делаешь, как бы ты сделал для Господа. И вот интересный текст, который записал Давид, сотый псалом, второй текст. Как-то раньше на него не обращал внимания. А вот, когда готовил эту тему, прочитал его. Сотый псалом, второй текст. Я буду читать под редакцией Кулакова. Все стремления мои жить непорочно. Но когда ты придешь ко мне? Вопрос. В доме своем во всем буду поступать честно. А в этом переводе как написано? Ну, непорочно, да. В доме моем, в доме своем, где я живу, я буду поступать честно. Это по отношению к кому честно? По отношению к домашним. Но к домашним можно как-нибудь, вы же знаете. Это же свои, а все поймут. Вот с чужими надо хорошо. Вы понимаете, что говорит Давид, да? Я, говорит, хочу, чтобы все мои стремления жить непорочно, то есть жить честно. И в доме своем, то есть нет двойных стандартов, в своем доме, в чужом доме, в церкви, я буду поступать честно. Ну, это текст про нас, правда? Вот этот про нас. Вы знаете, я еще один момент хотел бы отметить, что в церкви мы учимся. В церкви мы питаемся. В церкви мы черпаем знания. А дома сдаем экзамен. Это важно, друзья. Это важно. Тесты сдаются там, где нас не видят. Почему? Апостол Павел, посланник Тимофея 5.24 говорит следующее. Грехи некоторых людей какие? Явны, просто явно. И они ведут к осуждению. А некоторых, что здесь написано? Никогда никто не узнает. Так написано, да? А некоторых никогда никто не узнает. Все откроется, друзья мои, Слово Божие говорит, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому грехи некоторых, они явны. а некоторых откроются чуть позже. Знаете, к сожалению, многие могут не прийти в церковь, потому что соблазняются нашим поведением, соблазняются нашими словами, нашими действиями. Поэтому Матфей говорит, Матфей 15,8 «Приближаются люди ко мне устами, и устами чтут меня, и языком своим чтут меня, а сердце их далеко стоит». Поэтому это может являться препятствием для того, чтобы еще кто-то узнал о Господе. Что мы делаем, друзья, когда мы сами дома? Я не спрашиваю, на каких страницах интернета вы. Это вы сами так подумали. Я о том, что можем ли мы свободно тем же самым заниматься в церкви. Я имею в виду исключение слова, просмотр каких-то соцсетей и все остальное. Я не говорю, что это плохо, что это грех. Я говорю, что стоит на первом месте в нашей жизни. Не препятствует ли оно нашему сближению с Господом? Это очень важно. Очень важно. Ну, и в заключении это Коринфянам, 6 глава, 9 текст. 6-9. «Не знаете ли, что неправедность царствия Божья не наследует?» Дальше перечисляется категория людей и 11-й текст. Такими же были некоторые из вас. Но что случилось? Омылись. А что там еще написано? Осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа Бога нашего. Я хотел бы возвращаться к той мысли, которую я говорил вначале, что нет такой глубины, откуда бы Господь нас не достал из такого-то болота, из такой грязи, из какого-то греха. Нет, друзья. То есть написано, какой бы ни был грех, какой бы ни было наше прошлое, Господь Бог говорит, если ты желаешь перестать жить двумя стандартами, если хочешь исправить свое двоедушное сердце, я готов тебе в этом помочь. И если ты был вот таким вот, как пишет нам девятый, десятый текст, забудь, приди, покайся, я принимаю, и я тебя уже мыл крови своей, и я тебя уже освящаю, и оправдываю тебя своим именем, говорит Господь. Пусть, друзья, Господь, это все приключится с нами, что написано в одиннадцатом тексте. Я вас замыл, я вас освящил, я вас своим именем оправдал, и Духом Святым вас принимаю. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, мы очень благодарны тебе за этот субботний день, когда мы собрались вместе для исследования Слова Твоего. Благослови всех, кто сегодня в зале находится, благослови наших родных, близких, друзей, Господь, всех. Ты знаешь, как порой тяжело привелиться в этой жизни, но мы хотим, чтобы самое главное, мы не упускали тебя из нашего вида, а все остальное ты дашь, Господи. Ты дашь средства, ты дашь мудрости, ты дашь жилье, Господь, ты дашь документы, ты все дашь, ты просто испытываешь нас, насколько мы доверяем тебе. Прости нас, когда мы не всегда до конца тебе доверяем. Услышь молитву нашу, помоги, чтобы наша церковь могла стать той семьей, которые приходят к тебе искренне. Во имя Иисуса молились. Аминь.